Итак, я начинаю. Когда я училась в Питере, среди нас популярна была такая фраза, что если ты чего-то не до конца понимаешь, что-то, то надо на эту тему написать доклад. И вот только взявшись за этот доклад, я поняла весь масштаб личности Клавдии Ивановны Шульжатко. Сначала потерпите немножко, потому что тогда называются даты, это будет немножко скучновато. А потом я просто построила как? Я назову все даты, а потом буду рассказывать короткие новеллы какие-то, которые будут раскрывать разные черты характера Клавдии Ивановны Шульжатко. Попутно я буду петь ее песни, таким образом я надеюсь, что образ получится объемным. Итак, Клавдия Ивановна Шульжатко родилась 24 марта 1906 года на Украине, в Харькове, в семье бухгалтера управления жилетной дороги. Первое художественное впечатление юной Клавдии было связано с отцом. Его красивый грудной баритон и его выступления приводили ее в неописуемый восторг. Дальше. Клавдия Шульженко постоянно принимала участие в художественной самодеятельности и они во дворе ставили спектакли, в основном сказки, и она во всех дни пела и танцевала. То есть, видимо, тогда были заложены какие-то основные черты ее дальнейшего жизненного поприща. В 1923 году она дебютировала как певица, исполнив романс «Звезды на небе, звезды на море, звезды и в сердце моем». Она помнит все этот романс, я на всякий случай его ее напомнила тоже. В 1923-1927 годах она работала в Харьковском драматическом театре. Поступила она туда интересно. Она пришла пробоваться. Ее спросили, что ты умеешь. Она сказала, я умею все. И она действительно не поскромничала, потому что она потом начала петь. И очень понравилась руководителю этого театра. Как она спела. А пела она по аккомпанементу. Синельников вызвала аккомпаниатора и говорит, Дуня, иди сюда. Вышел молодой человек 23-х лет. Она удивилась, потому что ждала, чтобы идти девушка. Потом оказалось, что он Дуня, потому что это Исаак Осипович Дануевский. И потом весной 1928 года Шульженко в Ленинграде в Мариинском театре приняла участие в концерте для журналистов «День печати». И вместо трех песен, которые планировались, ей пришлось спеть семь, потому что публика не отпускала. Потом был успешный дебют на сцене московского мюзик-холла. И ее пригласили туда на постоянную работу. В одном из спектаклей она играла главную роль вместе с Утесовым. Пьеса называлась «Условно убитый». Она, этот мюзикл, в общем-то, название довольно странное, но если знать о содержании, то ничего странного нет, потому что там рассказывалось о том, как во время воздушной тревоги нужно себя вести, и если ты, значит, не соблюдешь все правила, то окажется, что ты условно убитый. Потом она участвует в театральных постановках, снимается в фильмах, записывает песни, гастролирует. В 1939 году был конкурс артистов эстрады, лауреатом которого она стала. Первого места тогда никому не присутили, а вот ей она стала лауреатом этого конкурса. И что интересно, она уже тогда вовсю пела эту песню, и причем она была главным исполнителем. Ай-яй-яй-яй, что за девчонка, парам-парам-парам-парам-парам-парам. А потом, когда оказалось, что вот уже идет конкурс, оказалось, что эту песню почти все участницы но, конечно же, она оказалась вне всякого сравнения, вне конкурса. Объявление о начале войны застало Клавдию Ивановну в Ереване. Она там была на гастролях. Естественно, что они все сразу сорвались, поехали обратно. Она очень волновалась за сына, потому что сын в это время был в Харькове у родителей. Но в Харькове как раз были гастроли Аркадия Райкина. И Аркадий Райкин привез ей сына оттуда, и уже ей стало легче. И она сразу же добровольно вступила в действующую армию. В конце 41-го года в репертуаре певицы появилась песня «Синий платочек». Послевоенная творческая деятельность разнообразна. Она не только поет песни, но и исполняет сюиты. Очень интересная на музыку Хачатуряна к балету «Маскарад» речитативная программа у нее была. Соловьев Седой для нее в это время писал сюиту из многих-многих песен, которую она сделала настоящим спектаклем. В общем, вот так вот все было. Потом я подробно расскажу. Сокрудничает она, продолжает, и с Дунаевским, которым дружила всю жизнь. Он для нее специально написал письмо матери и школьный вайс. И умерла Клавдия Ивановна 17 июня 84-го года. И похоронена на Новодевичьем кладбище в Москве. Ну, теперь истории. Может быть, я немножко слишком сильно удалюсь в первой новелле в личный план. Но это боль моей жизни. Потому что у нас было с мамой очень много пластинок патефонных, бьющихся с песнями Клавдии Шельженко. И я слушала их без конца. Ну, значит, один раз получилось, что мама зовет обедать, а я не иду, слушаю пластинки. Второй раз, третий. А человеком мама была крутым. Она зашла в комнату, взяла пластинки, вывалила их на асфальт перед домом вот так, и несколько раз прошлась туда-сюда. Таким образом, пластинок не осталось, вот этих старых, бьющихся. Вот. Но в интернете сейчас, конечно, почти все есть. Но надо сказать, что вот та песня, которую я хотела сегодня вспомнить, ее там запись в песне есть, а слов не было, поэтому я даже не сразу нашла слова. А потом, когда я все-таки эти слова по песне записала, я поняла, что я почти все помню. Вот шутки памяти, да? То, что было вчера, не помню. А то, что было... Вот помню, помню. Но я просто путаю строчки местами, там, припевы, поэтому я буду заглядывать. Песня эта называется... Песня Островского и Лобковского называется «Приходи на свидание». Помните вы эту песню? Да, я помню, только без опоздания. Есть там я, есть там я на бульваре зеленом, Там встречаться хорошо нам, Словно щит золотистая крона, Нас от взглядов чужих защитит. Приходи на свидание, только без опоздания. Я страдаю, когда я тебя ожидаю. Приди, приди, приходи на свидание, я томлюсь в ожидание. Надо мной все подруги смеются в округе и дразнят. Не придет. Где же, где же, где же твоя серенада? Все длиннее тени сада, Лунный свет и ночная прохлада. С гор спустились, тебя только нет. Приходи на свидание, только без опоздания. Я страдаю, когда я тебя ожидаю. Попробуй, не приди. О, приди хоть на две-три минутки. Знай со мною плохи шутки. Тщетно жду я тебя третьи сутки. Не придешь, так к тебе я приду. Приходи на свидание, только без опоздания. Я страдаю, когда я тебя ожидаю. Слышу, ты идешь. АПЛОДИСМЕНТЫ Так, идем дальше. Где у меня текст? Клаза Ивановна была скромным человеком, но она знала в себе это. Как-то в разговоре с аккомпаниатором сказала, что с ней связана целая эпоха на эстраде. Тот ответил, ну, об этом должен судить народ. А она сказала, а народ может и не вспомнить. А ведь действительно с ней связана целая эпоха. Первое. Она никогда не пела то, что ей не нравилось. Б. Ей мы обязаны возникновением лирических песен, не связанных с танцевальными ритмами. Сейчас это кажется естественным, что такие песни существуют. Оказывается, она в свое время была новатором в этой области. И потом, с самого начала исполнительской карьеры, она решила, что каждая ее песня будет сюжетным спектаклем, с костюмом и аксессуарами. Вот даже уже когда она поступала туда, в Харьковский театр, ее спросили, что ты будешь петь. Она говорит, буду петь романс «Шелковый шнурок». А это действительно сюжетная песня. Она любимому подарила шелковый шнурок, а потом, когда она ему изменила, он на этом шнурке повесился. То есть, потом она в дальнейшем поняла, что эта песня, может быть, не все требования вкуса выдерживает. Ну и потом было смешно, когда 15-летняя девочка поет о том, как она мужу изменяет. Но факт тут, что все равно режиссеру театра она понравилась. Она не сразу нашла своего автора. Потом стала активно сотрудничать с Павлом Германом, и самые ее известные песни принадлежат ей в оперу. Например, записка, музыка австрийского композитора Николая Бродского, который написал музыку к фильму «Петер». Помните, Евгений Иванович этот фильм крутил. Дальше. «Песня не жалею», музыка Бориса Фомина. Песня о кирпичном заводе, кстати. Помните, в начале фильма «Ирония судьбы» звучит мелодия этого шляпера тогдашнего времени. Позднее были написаны три вальса, которые... Вот я как раз спросила Маргариту, чтобы их в самом начале прокрутили. Музыка Спасмана. Вот. И три вальса, вы же помните, как она потрясающая, входит в образ каждого героя. Там же целая жизнь проходит перед нами. И я вчера опять послушала это в интернете. Знаете, вот 17 лет, но вот ощущение, что действительно 17 лет. Я помню, что я в 17 лет именно так разговаривала. То есть она очень четко уловила характеры. Вот. Потом, что касается сюжетности песен, у нее есть песня «Шуточка» на санках. Как вы догадались, это по рассказу Чехова. И я опять-таки эту песню прослушала. Песня очень хорошая, но меня, и, может быть, и Чехова, немножко разочаровала, что Наденька там превратилась в Катеньку. Потому что помните там это? Она опять и опять съезжает с горки, потому что в шуме ветра ей слышится «Я люблю вас, Наденька». Вот. Значит, «Кирпичики». Этой песне очень здорово досталось якобы за пошлость, якобы за вещанство. Но она говорит, что для своего времени, когда, в общем-то, с одной стороны, раповцы настаивали на том, чтобы постоянно говорилось об индустриализации с пафосом, эта песня, она была насыщена пределами обычного быта. И поэтому она эту песню из своей биографии не выбрасывает. Вот опять-таки мы сейчас уже привыкли к тому, что такие песни есть. Помните «Эй, вы там, наверху, да?» «Предметы быта», да? Потом «Замечательный сосед у Пьехи», «А ты глядел на меня, ты искал меня всюду», «С подругой Наташки от кино». Всё это сейчас уже нормально. А пошло это, как оказалось, от Шульженко. Вы понимаете, вот я многие вещи о том, что она была новатором, узнала только сейчас, действительно, когда взялась готовить это сообщение. Вот. До неё было это намечено немножко в романсах и народных песнях. И не зря она любила Плевицкую и Наталью Тамару, потому что именно в их творчестве вот эта вот линия была отмечена. Дальше, следующее. Была она человеком очень гордым. При Сталине ей однажды в последние дни перед Новым годом слишком поздно позвонили, чтобы пригласить участвовать в концерте в Кремле. Она сказала, нет, вы слишком поздно позвонили. В сталинские времена это было почти подвигом. Дальше. У неё была очень небольшая пенсия и очень тесная квартирка. Фурцева её не любила. И Клавдия Ивановна это чувствовала, но деваться было некуда. Она пошла к ней на приём. Сидит она в приёмной. Сидит, сидит, сидит. Потом она встала, заметила, что министр дурно воспитана и ушла. Фурцева потом была разозлена. Она ей стала выговаривать, а Клавдия Ивановна ей ответила. Вы были ткачихой. Теперь вы министр. Кем вы будете завтра, неизвестно. А я была и буду всенародно любимая певица. Молодец. Отсадка. Значит, была она трудоголиком и перфекционисткой. Репетировала до изнеможения. Но при этом в концертах никогда не пела на автомате. Она всегда в пение вкладывала всю душу. Кто-то знаменитый поэт, она об этом вспоминает, но имя не называет, сказал, что он в каждую песню вкладывает частицу сердца. Она сказала, он не прав. Надо вкладывать всё в своё сердце. А не части. Она не признавала ни пение по фонограмму, ни даже пение записанную музыку. Потому что она считала, что каждая песня – это как заново новый рождающийся ребёнок. Там всё взаимосвязано, и никакой имитации там быть просто не может. И иногда уже, когда техника стала достаточно разбитой, ей предлагали – давайте вот отсюда возьмём кусочек, отсюда смонтируем. Она говорит – нет, поём сначала, пока не будет идеально. Вот таким она была человеком. Переживала, на первый взгляд, из-за пустяков. В концерте, который был посвящён её 70-летию, была в программе песня «Давай закурим». И она специально заказала накладные карманы, потому что она должна была имитировать, что вот это солдат поёт с руками в карманах. А эти карманы куда-то потеряли, и она очень долго переживала из-за того, что вот этот аксессуар, который помогает полностью объёмный образ создать, в концерте отсутствовал. Считала, что каждый должен заниматься своим делом, причём заниматься с высокой степенью профессионализма. Когда ей предложили вот эту вот книгу написать, она сказала – каждый должен делать своё дело. «Я не писатель, я хорошо не напишу». И она эту книгу Глебу Скороходову, все помнят это имя, да, очень талантливый киновед, искусствовед, вот она ему эту книгу надиктовала, и он потом уже привёл там в порядок. Ну, там, где он пишет от себя, там сразу заметно, потому что совсем другой стиль. И что касается профессионализма, последнее замечание, её первая роль в спектакле была такая. Актриса играла Настасью Филипповну в «Идиоте», но актрисе не хотелось оставаться на второе отделение, терять время. И роль мёртвой Настасьи Филипповне, которая лежит на кровати, отдали Шульженко. Она отнеслась к этому очень ответственно, и на протяжении многих лет потом её друзья обсуждали, как высокохудожественно свисала с кровати её мёртвая рука. Значит, дальше. Никогда не копила денег. Громадные суммы тратила на туалеты и духи. Но не от расточительства, а от огромной ответственности. Для каждого цикла песен у неё было своё одеяние. Была уверена, что песню «Последний бой» нельзя петь в легкомысленном голубом платье. Вкус и чувство меры у неё были отменные. Она оценила талант Вячеслава Зайцева, когда он ещё никому не был известен. И сотрудничала, можно сказать, с ним всю жизнь, потому что тот самый юбилейный концерт 1976 года, он приготовил для неё, сшил три прекрасных туалета, в которых она выступала. Так как этот концерт показывает по телевидению, мы можем оценить этот тандем, это сотрудничество. Ну, а чтобы оценить её вкус, достаточно вспомнить, в каких туалетах она пела песню «На тот большак на перекрёсток», потому что само слово «большак» и то, что там говорится, что с любой тропинкой хочется дружить, говорит о том, что песня деревенская. И вспомните, в каком наряде Пугачёва пела эту песню. То есть это вот короткая пачка и розовый лифчик жёсткий. И вот в этом наряде она пела песню «На тот большак на перекрёсток». Я понимаю, что это субъективно, и что Пугачёва очень талантливый человек, но меня этот костюм, например, оттолкнул, когда я слушала эту песню. Я сейчас эту песню спою, а вы мне подпоёте. Промогайте, пожалуйста, искать. Песня о любви «На тот большак на перекрёсток». Есть? Песня о любви. Да. Франкин довезло. На тот большак на перекрёсток Уже не надо больше не спешить Жить без любви Быть может просто Но как на свете без любви прожить? Жить без любви Быть может просто Но как на свете без любви прожить? Не надо мне Не надо было Тебе навстречу столько лет спешить Я б никогда не полюбила Но как на свете без любви прожить? Я б никогда не полюбила Но как на свете без любви прожить? Пускай любовь Сто раз обманет Пускай не стоит Ею дорожить Пускай любовь Печалью станет Но как на свете без любви прожить? Пускай любовь Печалью станет Но как на свете без любви прожить? От этих мест От этих мест Куда мне деться? С любой тропинкой хочется дружить П entwickeln Лететья Печаль motion being Печаль АПЛОДИСМЕНТЫ Вот она, например, сравнивала Макса Линдера и Рудольфа Валентина, актеров немого кино, и она понимала, что Валентину не талантлив, а Макс Линдер талантлив. Но, говорит, экран делал свое дело, владел кумиров, даже иногда, если это не очень заслужено. Она недоумевала, почему за певцом Рафаэлем, помните, он приезжал, девицы гоняются с визгом. Говорила, что Пугачева, кстати, очень талантлива, умеет быть яркой и сдержанной, но советовала быть строже к себе и с большим вкусом формировать репертуар и не гнаться за криками моды. И сама за модой не гналась. В период, когда господствовали раповцы и рапмовцы, которые любовь объявляли разложением и мещанством, а лирические песни говорили, что порождают дряблые ощущения и вредный индивидуализм, предпочитала лучше петь мало и петь народные песни, чем марш индустриализации. Я позволю себе привести отрывок марша индустриализации, чтобы вы поняли, почему не хотела. По самым медвежьим округам до самых незнаемых зон взрыхляет отточенным плугом колхозную землю Фордзон. И в самой медвежьей округе, и в самом убогом селе, поможем рожать без натуги беременной хлебом земля. Она отважно и самоотверженно вела себя в период Великой Отечественной войны. На каких только импровизированных сценах она выступала. Часто под обстрелом приходилось пробираться к месту выступления. И что интересно, сначала она, как боец армии, выступала в форме, а потом ее просто много раз просили о том, чтобы она все-таки выступала в концертном платье. И она это делала. Значит, за самые тяжелые годы 500 концертов она дала со своим оркестром. Это что-то потрясающее. Иногда был такой мороз, что к кнопкам трубы приставали пальцы музыкантов, губы обтирали они. Петь было очень тяжело, просто спирала грудную клетку, но тем не менее вот эти концерты были даны. Она на всю жизнь запомнила букетик цветов, которые связистки собрали ей на обстреливаемой нейтральной полосе. Блокаду прожила в Ленинграде. Наградой за один из концертов были кусочки хлеба и не весь откуда взявшихся шпротинок, от которых каждый зритель отломил для нее по кусочку. Конечно же, заслуживает внимания история песни «Синий платочек». Песня эта фактически рождалась трижды, можно сказать. Композитор Ежи Петербургский создал, ну там переходила эта территория из рук руки, в одних источниках написано польский ансамбль, в других написано белорусский ансамбль. Ну в общем, этот Ежи Петербургский написал песню вот на тот мотив, который мы все знаем. И группа «Голубой джаз» эту песню исполняла. И я, когда спою эту песню, я спою именно на те слова, которые были еще в мирное время, в сороковом году придуманы. Поэт и драматург Яков Галицкий пришел на концерт, и ему эта песня так понравилась, что он прямо на концерте написал подстрочник, а потом пришел в гостиницу и в гостинице написал стихи, вот эти довоенные, которые я спою. А потом, когда Клавдия Ивановна стала эту песню на фронте исполнять, значит, у очень многих возникало желание как-то переделать эту песню, чтобы военные реалии там отразились. И однажды к ней краснее подошел лейтенант, лицотрудник одной из газет, Михаил Максимов, и предложил слова. А я эти слова очень понравились, эти слова мы все знаем, что письма твои получаю, слышу твой голос живой, и между строчек синий платочек снова встает предо мной.